Ребята, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вот я наткнулся на такую статью довольно интересную. Избалат Биделхан, я даже память не имел, кто это такой, но теперь имею, раскритиковал Димаша за игру на дом, на дамбре, на дамбре, я теперь знаю, благодаря Димашу, как называется этот музыкальный инструмент, на дамбре и чапан. Вы наверняка все читали эту статью. Недавно казахстанский артист Димаш Кудайберген провел замечательный концерт, замечательный, это великолепный аншлаговый концерт в Барклайс-центре в Америке, это просто фантастика. Однако не все довольны Димашем. Солист некогда популярного коллектива, ключевое слово некогда, видим, популярного, Орда, раскритиковал Димаша, высказал против того, высказался, что тот, выступая в чужих странах, надевает национальные костюмы и играет на дамбре. Зря Димаш в других странах играет на дамбре и надевает чапан, написал с републикации из баллад Биделхан в Facebook. Однако подписчики из баллада подвергли его слова резкой критике, многие не согласились с мнением Биделхана. Из балладу пришлось оправдаться. Он сообщил, что ничего не имеет против действий Димаша, однако не понимает, зачем он так активно пропагандирует свою страну. Иногда, он говорит, надевая чапана и играя на дамбре, Димаш показывает, что чтит традицию, уважает историю, ценит свою культурную национальность. Показывает пример миллионам, что нельзя забывать свою историю, что нужно любить свой народ. Так он демонстрирует миру свои корни, откуда он родом. Эти качества в нем вызывают большое уважение у зрителей всего мира и заставляют восхищаться его армией поклонников. Но зачем это делать? Давайте я вам объясню, этот из баллад говорит. Что хотел этим сказать? Вернее, одна из мыслей по этому поводу. Дамбра и орнаменты, это о его народе. А он, значит, большое одолжение делает этому народу, да? То есть казахстанцы, особенно казахи, должны радоваться и чувствовать большую гордость? А в мире поклонники любят и хотят любить Димаша, значит, не за его традиции, а за его искусство. Для чего ему брать на себя решение еще одной задачи? Он показывает свое искусство, и я считаю, ему нужно делать только это. А вот через свое искусство он может говорить о добре, защите детей, о любви друг к другу, ценностях природы, все такое. Как делал, например, Джексон. А рекламируя Казахстан, я считаю, он добивается только того, что казахи испытывают радость, гордость и удовольствие. На самом же деле, они будут испытывать чувства бездомбры и чапанов. Адекватные люди просто искренне радуются и не нуждаются в самоутверждении за счет кого-то. Объяснил свои слова Езбалат. Ну, отмечают, что родной брат Езбалата, это Ербалат Бедлхан, продюсер скандально известной группы 901. Ни разу не слышал такую группу 901. Но я хочу ответить, вот, сейчас я прочитаю, как еще раз зовут, господи. Вот Димаша Кудайбергена, я знаю, как зовут, от данного гражданина. Езбалат Бедлхан, Езбалат. Зависть плохое чувство, зависть плохое чувство, очень плохое чувство. Если вы были некогда популярны с каким-то коллективом, я считаю, что это очень хорошо. Это положительный момент, что Димаш Кудайберген во всем мире, вы должны радоваться, как гражданин Казахстана. Вы должны радоваться, что есть человек, который всему миру рассказывает, что такое домбра. Я только благодаря Димашу и узнал что-то не домбра, а домбра называется, понимаете. Для меня уже это открытие. Я только благодаря Димашу вник во все тонкости того, что происходит в Казахстане. Я только благодаря Димашу действительно узнал, что такое Чапан, да. И я вам хочу сказать, что то, что он одевает Чапан, то, что он играет на домбре, но это он не просто как бы показывает, что я вот из Казахстана, да даже если он и показывает, а что здесь плохого-то? Он же популяризирует национальные музыкальные инструменты. Вот в Америке, например, играет на домбре. Да американцы знать не знали, может, что домбра существует. Или что Чапан есть, например. Но они же начинают интересоваться, они потом идут дома читают. Это же здорово! Вы должны радоваться, вы должны пост на фейсбуке, вы должны удалить немедленно этот пост свой. Позорный пост абсолютно. Вы должны написать наоборот, что Димаш Кудайберген это уникальный парень, который во всем мире уже сейчас, всего за один год, вот даже я сколько знаком с его творчеством в 19-е, популяризировал Казахстан так, как, по-моему, никто за все годы до него его не популяризировал. Вы уж меня простите, но я так скажу, это мое мнение. Чтобы на концерт съезжались люди в Астану из 64 стран, в Америке из 50, более чем из 50 штатов приехало. Что вам еще нужно? Что он на Домбре играет там? Да я даже буду рад, что он весь концерт на Домбре отыграет и в Чапане будет стоять. Понимаете, в чем дело? Он делает добро для всех жителей Казахстана. Он популяризирует Казахстан в мире. И это хорошо. И он ценности защиты детей, там, природы, красок жизни, радости, всего, он несет через свое искусство. Как никто. Но если он факультативно, факультативно, параллельно имеет своей целью показать, что есть такое невероятно прекрасное государство, как Казахстан. Я бы, я вот очень хочу побывать. У меня есть родственники Алматы. Я очень хочу приехать и посмотреть Казахстан, действительно, проехаться, посмотреть на все эти красоты. Я недавно видел клип, Айсултан Сиитов снял, да? Кван Казахстан, по-моему, так называется. По-моему, так, да. Господи, как красиво, понимаете, в чем дело? И, безусловно, я... Вы знаете, что этот клип «Огромный кольц людей» посмотрели о Казахстане только благодаря Димашу? Поэтому, если сейчас в России появился бы певец, который, я не знаю, взорвал весь мир, я имею в виду в хорошем смысле, что все, и все начали бы интересоваться Россией, А вы думаете, что туризм разве не растет, внутренний туризм? Я... Ладно, деньги куда идут, непонятно, от этого туризма там. Но просто... Вот человек из Казахстана приедет куда-то отдохнуть. Или, например, поедет куда-то... Ну, понимаете, скажет... О, из Казахстана. Сразу ассоциация с кем? Димаш. Он же, понимаете, он показывает высокую нравственную культуру казахского народа. Высокую нравственную культуру. И самое главное, для подрастающего поколения это очень и очень важно. Не забывайте, пожалуйста, из баллад. Молодые парни и девушки, они будут равняться на его высокую культуру. Понимаете, в чем дело? И они, подрастая, будут подражать не поющим трусам, как в России, а Димашу с его уникальным внутренним нравственным воспитанием и развитием. Разве это не важно? Это очень важно. Разве когда мы приезжаем в другую страну и отворачиваются, или говорят фу, или пожимают руку и глаза горят, ассоциируя это с высокой нравственной культурой, понимая, что это же земляк Димаша? Разве это не важно? Да, это самое главное, что может быть. Поэтому ваш пост, вы уж меня простите, я не знаю вас, но я думаю, что он абсолютно неуместен. Я его не принимаю никак. Пишите, ребята, ваши комментарии, подписывайтесь на канал, если нравится. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok